Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, мне нужен совет психолога. В 2016 году я познакомилась на сайте знакомств с мужчиной из моего города. Он на 8 лет младше меня. Мы начали встречаться и даже некоторое время проживали вместе в квартире, которую я снимаю и оплачиваю сама. Через некоторое время после начала знакомства он признался мне, что ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. За разбой и кражу. Я отнеслась к этому спокойно, так как не было никаких признаков, признаков, что он как-то нарушает закон. Но потом стали проявляться признаки агрессии, особенно когда он пил спиртное. В марте 2019 года он меня избил, мы расстались, в течение трех месяцев мы не общались, затем он позвонил и попросил о встрече. До этого многое изменялось по телефону. Мы встретились снова и наше общение возобновилось, мы жили мы раздельно. В апреле 20-го он напился у себя на квартире и созвонился с какой-то женщиной, с которой познакомился в сетях и у них произошел конфликт. Она написала на него заявление, хотя и его осудили, дав ему 5 лет общего режима. Он, когда было возможно, звонил мне и просил прощения и дождаться его из тюрьмы. Когда его перевели на постоянное место пребывания и отбывания наказания, тот же город, в котором живу я и он, мы перезванивались, я передавал передачи, наверное, потому что когда мы общались в последнее время, где-то около года, он был заботливым и не было никаких намеков на грязь в мою сторону, даже когда он выпивал. В мае 21-го года он сделал мне предложение и в июле мы зарегистрировались, потому что гражданских жен на длительное свидание не опускают. Теперь меня терзают сомнения в правильности моего поступка. Что мне делать может разъяснить, ведь люди не меняются, и в любой момент он может стать неуправляемым. Посоветуйте. Пожалуйста. Пишет Ирина. Вы знаете, вот одним из таких ключевых важных моментов, на мой взгляд, заключается в том, что, очевидно, у вас что-то изменилось. Ну, в смысле того, что вы почему-то начали беспокоиться. Возможно, это то, что меня интересует в первую очередь. Почему вы начали опять беспокоиться? Вероятно, что-то проявилось. Может быть, какая-то агрессия проявилась все-таки, или может быть, что-то еще. Это первое. Второе. Я бы сказал, что у вас очень много «мы» и мало «я». С точки зрения психологии, это большая проблема. Не отделяя себя от другого человека, вы ставите себя под угрозу зависимости, под угрозу растворения в другом человеке. Поскольку у мужчины есть признаки алкоголизма, я предлагаю вам изучить тему созависимости. Возможно, вам это будет в той или иной степени полезно. Что еще меня в какой-то степени зацепило в вашем рассказе? В вашем рассказе меня зацепило то, что вы по вашим словам вступали в отношения с человеком и общались с человеком только-только потому, только потому, что он был к вам заботливым. И вот этот момент, на мой взгляд, довольно интересен. То есть вам настолько, получается, нужна забота. Вам настолько хочется, чтобы о вас, так скажем, заботились, что вы готовы ради этого в общем и целом общаться с человеком, который вас избил. Вот потребность в заботе, потребность в заботе и вызывает, собственно говоря, мысли о том, что у вас к себе не самое лучшее отношение. Потребность в заботе, точнее, то, на что вы готовы пойти ради заботы. Вот то, что вызывает, скажем так, основные вопросы здесь. На мой взгляд, это очень серьезно, когда человек прощает, например, насилие по отношению к себе, не проводя какой-то серьезной работы. То есть, понимаете, как это выглядит? Понимаете, как это выглядит? Выглядит это так, что вот мы с вами встречаемся, и я вас избью. Какое-то время мы не общаемся, потом я позвонил, попросил о встрече, и мы снова начали общаться. Поэтому вы ничего не говорите о том, что вы сделали с предыдущим контактом, выясняли ли вы причины агрессии, что человек сделал для того, чтобы это повторилось. То есть, такое чувство, такое чувство, что вы никак, вот от слова совсем, вы никак о себе не заботитесь. Но при этом вы хотите, чтобы заботились о вас, и я понимаю. Вероятно, вам нужно учиться заботиться о себе. И в первую очередь, забота о себе – это внимательность к собственным чувствам. А на мой взгляд, исходя из того, что я мог увидеть в вашем рассказе, я не могу сказать, что вы внимательны к своим чувствам. И именно это то, что может сделать психолог. Также вы не сказали о том, что вы чувствуете к мужчине, любите ли вы его или нет, ну, если у вас, как бы, чувства к нему какие-то и так далее. То есть, вы просто говорите о том, что вот я, значит, с ним расписалась, зарегистрировалась, но непонятно из каких чувств вообще вы это делали и делаете до сих пор. Ваши сомнения – понятно. Ваши опасения – понятно. То есть, как бы, ну, абсолютно нормально, что вы опасаетесь, абсолютно нормально, что вы переживаете, абсолютно нормально, что вас, ну, вот, беспокоит то, что… Человек может стать неуправляемым. Но, если вы будете внимательны к себе, если вы будете внимательны к своим чувствам, то, на мой взгляд, у вас появится шанс, я бы сказал, себя защитить. На поверку это не кажется так сложно. То есть, на мой взгляд, не так сложно себя защитить, если я внимателен к себе, если я внимательен к тому, что со мной происходит, что я чувствую, чего я хочу, а чего нет. Если я умею замечать и отстаивать свои личные границы. И, конечно, это сделать очень сложно, если у меня этого нет. И вот что-то мне подсказывает, что у вас этого нет. Потому что люди просто так на сайтах знакомств не знакомятся. Как правило, на сайтах знакомств идут знакомиться люди, которые либо испытывают какие-то проблемы с общением, либо у которых есть негативный опыт. Ну, негативный опыт взаимодействия, скажем так, с мужчинами и так далее. Ну, у кого-то с мужчинами, у кого-то с женщинами, то есть тут как бы в этом смысле никакой разницы нету. Но суть, она именно, на мой взгляд, такова. Вот если прям, если прям говорить вот о первопричинах, да, какой-то эти налоги происходящих. Поэтому, я думаю, что, естественно, вы сейчас тревожитесь. И в тревоге нет ничего страшного, в тревоге нет ничего ужасного. То, что вы тревожитесь, это хорошо. Ну, и, и обещать разводиться, при условии, что, возможно, к человеку у вас есть какие-то чувства. Тоже, на мой взгляд, ну, решение, мягко говоря, поспешное. В конце концов, вы же за него вышли замуж. Я, правда, не понял, из каких чувств. Лучше, если вы сначала поговорите с человеком и спросите у него о том, каково его отношение к его агрессии. Замечает ли он, что становится агрессивным? Замечает ли он, что порой себя не контролирует? И что он собирается с этим, простите, делать? И вот уже получив его ответ и рассмотрев свою реакцию на этот ответ, Вы можете вот тогда принимать решение о том, как вам поступать дальше. Сейчас это просто ваша тревога, связанная с тем, что вы не доверяете самой себе. Ну, потакать ей не означает решить проблему. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!